Добрый день! Сейчас мы сделаем пакет трейсер 11.5.5. Скачиваем пакет трейсер из учебника в Netacad, открываем его, ждем пока он загрузится. Если у вас здесь будет окно входа, как в Netacad, входите под своим логином, паролем в Netacad. Хорошо, вводим здесь имя, фамилию, почту и группу. Подтверждаем, да, она сейчас перезагрузится. Готово. Открываем задание и смотрим, что нам нужно сделать. У нас есть таблица адресации, но она не полная. Нам нужно ее дополнить. У нас есть вот этот вот адрес, с h24. Нам нужно разделить его на как минимум 4 сети. Вот здесь где-то это написано. Нам нужно, чтобы в одной сети было как минимум 50, во второй как минимум 40. И еще как минимум 2 сети должны быть прозапас. Ну и самое главное, что у нас везде должна быть одна маска под сети. То есть мы разделяем на, по сути, 4 одинаковых сети. Вот это вот под сеть. Сейчас мы посмотрим, как это сделать. Вот эти вот штуки, это все у меня прописано. Вот в Excel. Смотрим. Вот, это вот эти вот слэши. Мы проверяем, какой нам нужен. То есть у нас, на что мы можем разделить слэш 24? Под сеть. На что? На какие под сети? Итак, если мы используем слэш 25, то у нас будет 126 хостов. Минус 2, потому что у нас первый адрес, то есть, например, 0 это адрес самой сети. И последний это широковещательный. Поэтому минус 2. Итак, вот. Мы их разделили. Смотрим, что у нас выходит. И нам подходит слэш 26. Почему? Потому что здесь у нас получается 62 хоста в каждой сети. И как раз 4 адреса, то есть, 2 в квадрате. 4 под сети, в каждой из которых по 60 хостов. То, что нам нужно. Второе. Мы вот это вот слэш 20, сколько получается? Слэш 26. Мы вот маска под сети, слэш 26, 192 в конце. И мы вот эту вот сеть, 192, 168, 0, делим на 4 одинаковых под сети. Это 0,64, 64, 128, 128, 192. Вот. Ну и 192, 254. 255, но последний широковещательный. Поэтому это у нас колонка с первыми доступными для хостов адресами. И колонка с последними доступными для хостов адресами. Ну и маска под сети везде одинаковая. Ну и вот полностью готовая уже таблица адресации полная. Совсем настроена. Вот. Хорошо. Давайте приступать к настройке. Давайте первым делом настроим компьютеры. Открываем PKA. Desktop. IP Configuration. И вводим IP адрес из таблицы. Вот он, я напоминаю. Вот. Давайте это открепим отверха. Но нам пока что не понадобится. Хорошо. Давайте вводить. 192, 168, 0, 62. Вот. Вот мы сейчас вводим, напоминаю. Ой, все выдержал. 0,62. Здесь 192 в конце. Ой, 63 непроверно. Но не может быть 63. 62, 168, 0, 62. Последний доступный. И 192 в конце маски. Все. 192, 168, 0, 1. Default getaway. Потому что вот это вот у нас G, 0, 0. А вот это вот G, 0, 1. Это заметно по хастам. Все. Закрываем. И пока... А, мы настроили. Давайте пока B настроим. Десктоп. IP конфигурация. 192, 168, 0, 126. Маска 192 в конце. И default getaway 192, 168, 0, 65. И сверяем, правильно ли я все настроил. Да, все верно. Вот так вот. Это у нас пока B. Закрываем. И все. Давайте проверим, правильно ли мы все настроили. Check Results, Assisted Items. И да, мы оба пока настроили правильно. Теперь настраиваем свитчи. Первый свитч открываем. Командная строка. Enable. Configure. Terminal. Как мы настраиваем свитч? Вот у меня уже заготовлены команды. Нам нужно интерфейс VLAN1. Сейчас я покажу. Интерфейс VLAN1. И вот такой вот IP адрес ему задать. И default getaway потом еще. То есть вот. Сначала интерфейс. Включаем интерфейс. Default getaway. И сохраняем конфигурацию в стартап конфиге. Все. Свитч 2 настраиваем точно так же. Но заменяем IP адреса. IP адрес и default getaway. Все. Надеюсь понятно. Так. Открываем. И вставляем команды. Все. Первый мы настроили. Можно закрывать. Второй. Командная строка. Enable. Configure. Terminal. И копируем вторые команды. Копируем. Paste. Несколько раз делаем. Я на первом. Сделал. Несколько раз делал. Все. Все верно. Проверяем check results. Где она? Вот она. Check results. System items. И да. Оба свеча мы настроили правильно. Нам осталось только настроить роутер. Так. Заходим в роутер. Командная строка. Enable. Configure. Terminal. И все команды у меня заготовлены. Что нам нужно настроить в роутере? Во-первых. Enable. Secret. Класс. Во-вторых. В консольном порте нужно задать пароль cisco123. И логин обязательно прописать. Чтобы при подключении по консольному порту. То есть вообще к нему при входе в настройку у нас просила вот этот пароль. А при входе в привилегированный режим просила этот пароль. Потом host name. Но это понятно имя устройства. И вот два интерфейса. С IP адресами из вот этой вот таблицы. То есть 168.0. И маска под сети везде одинаковая. И 65. Вот. Иду copy run start. Чтобы сохранить конфигурацию. Все. Это все вы должны знать. Копирую. И вставляю в этом роутере. Готово. Все. Мы все настроили. Давайте посмотрим check results. Где у нас это? Да. У нас 100% баллов. Check results. Assessment items. И здесь все настроено верно. Все. На этом все получается. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.